Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Пассажиров и багажа. На втором и третьем месте парикмахерские услуги и доставка товаров. Начинают активно регистрироваться самозанятыми косметологи и кандидеры, говорят в Кировской налоговой инспекции. Программа Экономика. Производитель квашеной капусты засорял реку Востобенске. Об этом сообщает ОНФ. По его сведениям, компания, которая выпускает соленоквашенную продукцию, сбрасывает стоки в реку Ярыжиху уже несколько лет. Цех стоит в нескольких метрах от воды. Как считают местные жители, из-за загрязнения в реке не стало рыбы. Министерство охраны окружающей среды от Народного фронта узнало о проблеме, взяло пробы и подтвердило сброс стоков. Выписало производителю предупреждение. При повторном нарушении будет штраф. Производитель в течение трех месяцев должен найти новый способ для отведения стоков или проработать систему их очистки. Экономика. На 101 ФМ. В Кирове заработает федеральная сеть доставки суши и роллов. Сеть названием Йоби да Йоби объявила набор персонала в Кирове. Она основана в Краснодаре четыре года назад. Сейчас у нее филиалы в 20 городах России. Название в переводе с японского означает день недели – суббота. В прошлом году на непристойность названия ФАС жаловались жители Петербурга, однако никаких последствий это не имело. Экономика. В завершении выпуска о курсах валют на сегодня доллар стоит 73 рубля 24 копейки, курс евро 87.40. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 ФМ.